Доброе утро, меня зовут Михаил. Катерина, спасибо, пожалуйста, спасибо за ваше участие в эфире. Я, может быть, не всегда соглашался с вашим мнением, но всегда с удовольствием смотрел вас на RTVI. Спасибо. У меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, первый вопрос. Вы на RTVI ведь не были рядовым даже журналистом, насколько я помню. Мы были, ну, скажем так, статусом выше. И почему вы все-таки не вернулись на RTVI, это первый вопрос. Второй вопрос по поводу вашего мужа. Тихон Дзиткот, наверное, второй человек, который я тоже очень уважал за профессионализм. Как он преподносил материал, его взгляды, его мнения и так далее. Очень яркая личность. Скажите, он остался на RTVI или тоже вместе с вами перешел в компанию «Дождь»? Тихон, главный редактор. Спасибо, Михаил, за вопрос. Тихон главный редактор телеканала «Дождь» сейчас. И он вот сейчас здесь рядом со мной, недалеко от меня, сидит у меня с Руми. Я решила не возвращаться на телеканал RTVI, потому что мне было неинтересно работать на телеканале RTVI в Москве. Мне было классно работать на телеканале RTVI в Нью-Йорке. Там моя семья, там люди, которых я обожаю, там фантастическая редакция. И, не знаю, ну, например, на RTVI в Москве работает мой самый-самый близкий друг Денис Чередов, который ведет там программу про Нью-Йорк. И там вообще люди, которые там трудятся, мы вместе с ними росли. Я это во многом строила. И для меня это, в общем, бесценный совершенно коллектив. Я их очень люблю, повторюсь. В Москве у меня не сложились отношения с коллективом. Скажу честно, тут уж нечего скрывать. Не то, чтобы у меня были какие-то скандалы или ссоры, но просто не было такого ощущения единения и взаимопонимания. Прямо на уровне коллектива, на самом нижнем. А мне надо было ими руководить. Да, я была главным редактором. Не нашла я ни понимания, ни какого-то, знаете, общего взгляда на ценности, на задачи и так далее. А с другой стороны, я уже уходила рожать, я родила и поняла, что мне бы хотелось заниматься Россией больше. Мне бы хотелось работать для России, для страны, где я нахожусь, раз уж я здесь. И это классно.